Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 5 мая 2023 года в Ташкенте состоялись очередные предварительные бои чемпионата мира. Одна 16 финала в весе до 80 килограмм. Аржан Исени на наших экранах и сегодня у него будет очень серьезное испытание. Его оппонент бронзовый призер Олимпиады Имам Хатаев. Обратите внимание, Джинни насколько выше. Посмотрим, сможет ли он этим воспользоваться. Бой начался. Хатаев в красном и сразу же находит дыру в защите у своего оппонента. У него опущена правая рука и туда регулярно залетает левый крюк. Имам Хатаев, он видите, выглядит помощнее, поэтому избирает тактику давления и работы первым номером. Но он, собственно, всегда так работал, он и в профессионалах так работал. И вот здесь мы видим, что эта тактика приносит ему успех. Причем в первом раунде он действует по большей части только левой рукой. Вот этот вот левый крюк беспокоит его оппонента и тот мало что может сделать. Да, пытается держать дистанцию, но вот видите, в конце первого раунда уже приходится ему оттирать спиной канаты, потому что, в общем, жесткого удара у этого бойца нет и ему приходится... Ну, не может он сдержать вот на дистанции Мама Хатаева. Закончился первый раунд. Второй раунд, видите, левый в корпус решил проверить. Ну, там такие легкие удары, которые, конечно, отмечают судьи. Взрывы пытаются, конечно, действовать в ответ Джани, но ему не хватает вот мощи. Вот этой рубки на средней дистанции, чисто физически, конечно, Имам Хатаев его перемалывает. Во второй половине второго раунда Имам Хатаев немного потянул оппонента на себя, дал ему попробовать проявиться. Ну, старается Джани, конечно, но у него не так много получается, хотя несколько ударов он до цели все-таки донес во втором раунде. Ну, это ему Имам Хатаев отдал инициативу, конечно. Видите, но даже здесь вот на средней дистанции все равно перехватывает Имам Хатаев и разряжается сериями. То есть уже начал подключать, как вы видите, правую руку, причем весьма успешно. Но основная его все-таки рука в этом бою, это, конечно, левая. Вот сейчас он чуть-чуть подскользнулся, но раунд на этом закончился. Третий раунд. В третьем раунде Имам Хатаев снова решил вернуться к успешной тактике, а именно к давлению. И здесь вот периодически Джани оставался на средней дистанции и пытался принимать эту рубку. Наверное, понимаешь, что он проигрывает по очкам, и его единственная возможность выиграть, это все-таки оппонента потрясти и, возможно, добить. Между прочим, о Джани, что интересно, он американец, и все свои любительские бои, ну, не всю основную часть их проводил именно в США. Но так как США бойкотировал этот чемпионат мира, то он выступает за Северную Македонию. Ну, Северная Македония, я думаю, будет разочарована, потому что по результатам боя судьи отдали победу, конечно, Имаму Хатаеву. Ну, надеюсь, вам понравился этот обзор. Если понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok